Светлый путь должен обеспечить экономический рост в Казахстане. Об этом на неделе говорил президент страны. Назарбаев признал, что трудностей не избежать, но это временно. Да, Россия сегодня в тяжелом состоянии оказалась. Но и мы вместе с Россией. Вот эти варварские санкционные дела никому не помогают. Европа теряет 25 миллиардов долларов, Россия теряет 41 миллиардов долларов. И мы уверены, что Россия выйдет с честью в этой ситуации, будет развиваться и процветать. И мы вместе с ней. Накануне Ассамблея народов Казахстана выступила с инициативой провести президентские выборы в стране досрочно. Уже в этом году члены Ассамблеи не сомневаются в победе действующего президента и отца нации. Надо отметить, шанс досрочных президентских выборов в Казахстане достаточно велик. Ассамблея народов Казахстана – организация, в общем-то, авторитетная, консультативно-совещательный орган при президенте. В его состав входят общественники, политики, бизнесмены и представители малых народов Казахстана. За два десятка лет эта организация выдвинула сотни инициатив. Почти все они были одобрены правительством. Например, праздник Навруз сделали государственным, а президенту присвоили звание Елбасы, что в переводе – лидер нации. Мы понимаем, что экономика неизвестна, что будет в 2016 году мировой в первую очередь. Поэтому в этой ситуации для Казахстана, понятно, нужен сильный лидер. И вполне логично, что именно в этот момент проводятся выборы, потому что в 2016 году неизвестно, какая будет ситуация. Я думаю, что действительно лучше снять вопросы все сегодня, чтобы был некий люфт времени для того, чтобы принимать решения. Продолжение следует...